приветствую вас дорогие друзья с вами станислав казаков и сегодня мы разберем тему медитации какие виды бывают медитации для чего вообще медитация смысл и цель медитации потому что сейчас эта тема очень распространена очень много различных аудио медитации очень много всякого разного есть вот и многие из этих вещей они достаточно абстрактные вот а я в процессе своей 15-летней практике пришел к тому что медитация это очень конкретная вещь которая направлена на то чтобы нам соединиться с духом то есть в каждом из нас есть божественный потенциал божественная искра семья бога вот в каждом из нас она живет но у нас в большинстве своем нет доступа к этому божественному ресурсу к этому состоянию и даотские тексты также западная парапсихология также московская школа парапсихологии и прочие организации в которых я учился помогли мне сформировать определенный подход в медитации который в первую очередь направлен на успокоение то есть медитация как способ достижения внутреннего покоя и внутренний покой это то что дает нам возможность двигаться дальше то есть медитацию я рассматриваю в первую очередь как способ достижения духа только в этом есть смысл на мой взгляд иначе ну зачем нам это все делать просто успокоиться или там чтобы стало веселее или почувствовать себя лучше или проработать какие-то травмы это все имеет место быть это все хорошо но это не та самая цель которая необходима для того чтобы двигаться дальше куда дальше в тонкий план в другие миры в параллельной реальности в сторону дома так скажем двигаться потому что человечество на данном этапе живет в оторванности от дома то есть мы не чувствуем что мы дома мы большинстве своем не чувствуем связь каждую минуту каждое мгновение не чувствуем состояние божественного присутствия света я есть внутри нас это периодически случается перманентно как вспышки осознания микро просветление сатари озарение вот бывает какая-то ясность бывает какая-то энергия поднялась бывает что-то там похоже на выход из тела но как правило когда это все непонятно не системно не структурно то это приводит к тому что в лучшем случае медитация является приятным дополнением к нашей жизни где мы можем немножко расслабиться и такой контекст он прекрасен и действительно очень здорово что есть такая возможность людям у которых повышенная возбудимость тревожность панические атаки стресс как альтернативный метод выхода из этого состояния но то чем я занимаюсь и то направление в котором я копаю это алхимия алхимия долголетия и бессмертия и бессмертия здесь подразумевается в контексте еще при жизни способность взаимодействовать с небо жителями и стать тоже небожителем то есть жителем небо это такой даосский термин мне ближе всего из того что я изучаю из всех философии концепции мировоззрения именно даосизм потому что для меня он максимально понятен максимально прозрачен несмотря на всю свою витиеватость замысловатые такие замороченные тексты где непонятно чего вообще написано на первых порах то есть когда-то я открыл даосскую книгу лет наверно 12 назад прочитал первые 15 страниц понял что это очень круто но понял что абсолютно ничего не понял и буквально недавно я снова открыл эту книгу и прочитал уже больше больше ста страниц и пока все понятно вот понятно почему потому что в процессе практики во первых ты запоминаешь специальные термины специальной терминологии потому что даосизм был зашифрован то есть тексты были зашифрованы то есть пишется одно подразумевается другое и тот ученик который это изучает который внедряется вкапывается исследует тратит на это усилие время концентрируется на этом он начинает со временем вот доставать такие вот жемчужины драгоценные камни изучения вот и так когда осизм долгое время при коммунистической партии до сих пор иду и в различные династии эпохи китайские как расцветал так и приходил в гонение и упадок когда убивали шаолинских монахов расстреливали и так далее то есть были очень сложные времена и они сейчас непростые то есть в принципе давайте сейчас уже смиримся с тем что времена постоянно сложные постоянно идет какой-то кризис какой-то обвал какой-то катаклизм теракт то есть постоянно что-то происходит постоянно какая-то местами очень даже странная непонятная и казалось бы негативная движуха и вот даосизм говорит о том что в этом мире элементов да когда все это смешано это все не в балансе она стремится к балансу но постоянно выходит из баланса то есть в этом мире полном странстве где живет непостоянство бесполезно искать то самое постоянство потому что его тут в принципе нет и когда мы на что-то залипаем когда мы кому-то привязываемся как правило 99 и 9 сотых процента того что мы это потеряем или это потеряет нас если мы допустим уйдем раньше чем кто-либо вот поэтому надо сразу принять понять и осознать что нас всех ждет болезни старость и смерть в случае если мы будем продолжать жить так как живет большинство людей то есть просто прожигая жизнь и получая удовольствие то есть даосская философия говорит о том что мы можем достичь некоего бессмертия пока это достаточно абстрактное понятие вот есть описание этого понятия в даосских текстах есть описание пилюли бессмертия долголетия внешней и внутренней алхимии внутренняя алхимия это когда мы создаем эликсир долголетия а потом бессмертия через внутреннюю работу через работу с гормональной системой железами через дыхание и определенные виды концентрации есть вариант внешней алхимии когда мы применяем какие-то дополнительные источники энергии но по сути дела все сводится к энергии каком контексте даосы говорят так что внизу живота находится поле жизненности пренатальное поле то есть там то поле в котором обитает наша сущность которая уже пришла преднебесная датцы то есть пренатальное до рождения она пришла и она зародилась вот там вот в животе вот через пуповину она когда-то выросла сформировалась укрепилась там и и она какое-то время активно в момент нашего полового созревания детства но потом человек утрачивает с ней связь и не может ее поднять потому что эта жизненность должна соединиться с духом то есть здесь очень тонкие понятия поэтому этот вебинар будет посвящен именно медитации и буду я попытаюсь разъяснить какие-то моменты как это вообще работает как это помогает в жизни на конкретных примерах потому что некоторые медитации очень сильно мне помогли в жизни трудные моменты не вообще почувствовать осознать себя немножко по-другому вот и я буду пытаться расшифровать даотские какие-то термины тексты на доступный русский язык потому что даже изучая давно эту тему мне действительно иногда очень сложно их читать так как написано очень иногда сложно и казалось бы непонятно пока не появится ключи вот какие-то ключи у меня уже есть для того чтобы расшифровывать что такое там замыкание точки пи там что такое же поднять жизненность что такое создать алхимический элемент то есть это сложный многосоставной процесс это медитация трансформер сначала делайте одну медитацию какое-то время овладеваете потом делайте следующую медитацию третью четвертую пятую и одно нанизывается на другое для того чтобы наша жизненность наполнила пропитала все наше тело как побочный эффект является оздоровление исцеления организма то есть он начинает себя чувствовать гораздо лучше восстанавливается очень многие ткани сухожилия органы вот и так далее так далее вот и самое главное что мы начинаем погружаться в такой очень глубокий покой и 10 ситуаций событий которые постоянно случаются потеря ресурсов партнеров там еще что-то может быть какой-то кризис обвал вот то есть мы научаемся это видеть всего не так остро не так ярко как это было раньше потому что мы забираем внимание из этого и направляем внимание на развитие внутренней сущности то есть на соединение с самим собой соединение с самим собой это не значит типа вот я сам в себе все нормально там все хорошо соединение с самим собой это значит вектор движения направления божественного и соединение полное самим собой это соединение сдал с путем с богом через путь через практику то есть мы не можем просто взять и сразу достичь этого состояния так говорят даосы то есть нужна длительная практика поэтому сегодня я расскажу о трех медитациях которые недавно были созданы как новый продукт планируется записать еще вот первый этап это первые три медитации потому что для того что нам и для того чтобы нам совершать алхимию нам необходимо овладеть некоторыми такими базовыми фундаментальными понятиями первое понятие это укорененность укоренение и переход на другой способ питания то есть питание белым светом что дает такой способ а такой способ дает возможность усваивать энергию из пространства напрямую что приводит гораздо более быстрому восстановлению более приятным хорошим снам и к состоянию некой такой наполненности когда у вас ничего не дергает не беспокоит у вас нет желание все время куда-то бежать все время что-то делать то есть вы находитесь в присутствии в осознании своей полевой структуры а полевая структура осознается и проявляется через определенные типы дыхания и вот первое самое базовое дыхание которое я рекомендую освоить это дыхание белым светом вот и в эту практику я ее скомпилировал с практикой осознавания кто я такое потому что когда мы концентрируем внимание внутри мы можем его концентрировать на различных вещах мы можем концентрировать внимание на печени можем на почки можем на уме можем на каком-то чувстве там допустим радости или безусловной любви или сострадание вот мы можем концентрироваться на сексуальной энергии мы можем концентрироваться на костях мы можем концентрироваться на чакрах и так далее так далее то есть со временем для человека медитирующего открывается целый мир вот но для того чтобы этот мир открылся для того чтобы мы начали летать не продолжали жить как большинство потребителей прожигающих свою жизненность так как жизненность она растрачивается и если мы растрачиваем жизненность раньше времени если мы много теряем семени вот если мы чрезмерно питаемся и самое главное что если мы не взращиваем соединение жизненности с воспроизводящей силой и с духовным существом внутри нас то наша жизнь она как бы проходит впустую по сути дела наша жизнь тогда становится бесцельно она просто прошла вы просто кайфанули и ничего такого не сделали не для себя не для людей и вот такая жизнь она если нравится если устраивать если в этом есть кайф если все классно все комфортно то это здорово это значит что человек на своем данном эволюционном уровне проходит такой опыт и ему такого опыта достаточно но сейчас начиная примерно с 2000 года очень активизировалась тема зова такой зов вечности есть даже такая книжка николай сант автор почитайте называется зов вечности очень сильно меня впечатлила свое время эта книга так вот когда мы практикуем много медитируем мы начинаем получать доступ в подсознание потому что большинства доступа нету туда никто не смотрит это подсознание это это такой черный ящик откуда откат из которого периодически выскакивает как чертик из табакерки какая-то программа какой-то вообще непонятный способ реагирования какое-то огромное количество противоречивых чувств эмоций которые даже невозможно правильно идентифицировать объяснить даже самому себе а тем более еще кому-то из этого часто происходит бардак и непонимание между людьми то есть ты хотел одно она хотела другое произошло третье вот и это одна проблема вторая проблема что мы часто не понимаем чего мы сами хотим для чего мы живем и куда нам стремиться какие наши базовые смыслы базовые цели и вот у меня такой вопрос лет 15 назад встал очень остро кто я такой зачем я здесь чем это делать и вообще и к чему стремиться вот и тогда же стал очень острый вопрос смерти так как часто к духовному росту людей подталкивает именно смерть близких людей вот и мы когда видим своими глазами как вот родной близкий человек уходит иногда он мучается иногда страдает вот и мы не хотим об этом думать мы чувствуем что мы такие бессмертные что типа это не про нас что мы никогда не умрем то есть человек есть страх смерти такой базовый страх на котором кстати все остальные страхи держится то есть тоже агрессия это тоже страх смерти проявленные виде защиты своей территории и защиты пространства в котором я живу я хочу защитить сохранить это пространство потому что я боюсь потерять некую гармонию да вот а это некая гармония это страх распасться разрушится стать чем-то другим то есть у нас страх смерти еще добавляет такой страх стать чем-то другим измениться стать бабочкой да то есть мы потенциально знаем читали смотрели фильмы о том что можно стать бабочкой что человек может летать что человек может путешествовать что человек может знать видеть общаться взаимодействовать испытывать очень прекрасное состояние путешествовать по мирам по измерениям мы это знаем все и это в подсознательно в нас тоже все есть так как это заложено в нашей памяти генетической то есть по сути дела в нас есть информация которая может нас очень сильно обогатить и разнообразить наше понимание кто же мы такие на самом деле и вот изучая долгое время до осизм параллельно психологию пару психологию различные подходы теоретические практические доктрины дисциплины психоэнергетического характера и толка я пришел к тому что нужно объединять и совмещать потому что чисто китайская история для европейца непонятно как правило недоступна и не работает есть какие-то единицы которые прорвались и что-то поняли но как правило тоже не до конца это же у них есть какая-то часть мозаики как часть пазла вот я чувствую что у меня есть какая-то часть пазла которой я могу поделиться именно вот сам этот момент передачи того что я могу этим поделиться помогает мне открыть новую часть карты новую территорию то есть убрать туман и сделать шаг в неизвестность сделать шаг туда куда еще никто не ходил или туда где только написано что вот возможно там то что-то найдешь и вот это пойди то пойди найди то не знаю что да это очень такая краеугольная краеугольная тема медитации и если мы правильно подходим к медитации вот что значит правильно мы должны подготовить структуру тела потому что у нас есть восемь чудесных парных меридианов вот это передней середины меридиан меридиан зачатие задней середины меридиан меридиан управление это центральный пронизывающий меридиан это опоясывающий меридиан вокруг поясницы идущий это меридианы из сердца в центре ладони иньские и из центра ладони в плечи янские то же самое с ногами янские меридианы и иньские медведяны это все связано с полем жизненности и внизу находится воспроизводящая сила наша сексуальная энергия наша дзы вот она накапливается у нас с помощью нашей жизнедеятельности нашего питания нашего дыхания и нашего правильного состояния и она накапливается если мы ее не растрачиваем вот то есть если мы не выплескиваем много семени то есть периодически заниматься любовью прекрасно и продолжать потомство тоже но желательно это делать нечасто и овладевать техникой разделения регуляции и семяизвержения вот об этом будет цикл следующих медитаций вот пока мы осваиваем дыхание белым светом первая медитация что дает эта медитация во первых эта медитация дает возможность почувствовать собственно само дыхание жизненной силы дыхание ци дыхание энергии то есть мы обычно дышим носом допустим но мы как правило не дышим кожей и как правило мы не дышим животом и сейчас вам дам одну такую классную практику сразу а потом а мы перейдем к другим медитациям посмотрите какая практика садитесь поудобнее желательно с прямой спиной и чтоб ваша диафрагма была открыта то есть не надо садиться и скруглять и сутуливать спину чтобы здесь было прямо не надо там фанатично это все растягивать просто сесть комфортно и чтобы примерно было ровное положение тела и вот прижмите кончик языка к верхнему небу и сделайте медленный вдох через нос и выдох и просто понаблюдайте докуда сейчас дошло расширение ощущение расширения наполнения внутри вас когда вы медленно осознанно вдыхаете через нос вдохнули плавно осознали как некий объем пришел в пространство ваше внутреннее и выдохнули сейчас сильно не концентрируйтесь на теле а концентрируйтесь на ощущениях наполненности расширение наполненности как будто вот вы вдохнули жизненность да это так и есть наш воздух это жизненность но насколько эффективно мы дышим насколько эффективно мы потребляем эту энергию и можем ее усвоить переработать зависит от того насколько мы осознанно этот процесс сотворяем в самом себе да и второй момент это формирование нового типа навыка дыхания то есть мы как бы дышим как обычно а мы можем постоянно дышать белым светом вот и сейчас продолжаем дышать вдыхаем и выдыхаем а теперь мы следующий вдох делаем с небольшим надавливанием диафрагмы на живот то есть мы вдыхаем и немножко туда давим вниз воздухом медленный глубокий вдох и как будто пробуем надавить на копчик а с плавным выдохом просто расслабляемся отпускаем и наблюдаем что внутри происходит никакого супер усилия мы не делаем глазки вот желательно сфокусировать во внутреннее пространство идти можно закрыть глаза и глубокий вдох и немножко надавили диафрагмой легкими на живот и почувствовали как вот это сдавливание создало такое напряжение упругость и немножко надавило на половые упрыганы нас интересует точка промежности называется точка смерти потому что оттуда утекает больше всего жизненности вот а теперь попробуйте осознать заметить почувствовать как когда вы делаете вот этот глубокий вдох и надавливаете на низ живота как нечто по спине начинает двигаться вверх то есть как это работает наша жизненность там как котел да с определенным количеством энергии находится внизу мы можем дыханием туда достать надавить если мы туда надавливаем она сзади открывается и начинает подниматься по позвоночнику таким образом мы запускаем циркуляцию нашей жизненности то есть почему йоги все говорят что надо дышать животом да и до осы дышите как дети да потому что дети дышит животом замечательно что здесь еще нету как правило спазмов нету мышечного скелета закрепощенного вот и мы можем полноценно дышать даже не полной грудью полным животом и вот когда диафрагма расслабляется и растягивается то есть с помощью такой практики да это первая практика кстати вот вам подарочек попробуйте так подышать хотя бы 35 лучше 15 минут то есть мы делаем глубокий вдох и опускаем внимание и создаем небольшое давление чувством как это давление дошло до промежности зафиксировали его осознали в промежности и потом выдыхаем просто отпускаем и вот на вот этом вдохе когда внимание как бы опускается вперед часть внимания осознает как по позвоночнику поднимается другая энергия и вот это и есть пробуждение нашей жизненности то есть такая простая практика она позволяет нам вот этот котел разогреть если вы так подышите вам станет горячо тепло значит ваш нижний дань тянь заработал это необходимо сделать для того чтобы разжечь разжечь это поле вот плюс когда мы глубоко вдыхаем и надавливаем мы это массируем дело все и наполняем то есть мы туда прану всасываем носом и туда доставляем до самого низа и если мы практикуем такую вещь длительное время то мы себя обнаруживаем во первых в очень спокойном состоянии в очень расслабленном эмоциональном состоянии здесь ничего не фонит ничего не дергает вот мы начинаем сами себя восстанавливать и потом мы подключаем различные дополнительные практики то есть так как у нас внимание в это время может начать скакать мы начинаем концентрироваться на божественном присутствии я есть вот и тот цикл медитации который я сейчас создаю это как раз такое поэтапное пошаговое развитие для того чтобы настроить себя на медитацию и дойти до того чтобы это начало получаться случаться чтобы начались спецэффекты феномены чтобы вообще было это интересно потому что я помню свои первые медитации много лет назад они длились примерно по 20 минут я сидел и мучился вот я постоянно отвлекался дергался меня отвлекали звуки насекомые мысли боль в спине и так далее так далее так далее вот со временем это прошло и вот почему цигун мы занимаемся почему занимаемся телесной практикой как раз для того чтобы очистить меридианы каналы до для того чтобы энергия потекла и когда она хорошо течет когда каналы прочищены то мы можем долго сидеть неподвижно и заниматься спокойно себе алхимией долголетия бессмертия вот те состояния которые дают эта медитация это ни с чем не сравнить то есть никакой оргазм никакое успех там перманентная радость от там приобретение чего-то ну это не сравнимо с теми состояниями ощущениями целостности и наполненности то есть вы чувствуете как у вас прибавляется энергия как появляется такой внутренний глубокий глубокий покой в этом покое со временем вас вообще перестает что-то сильно беспокоить то есть вы как бы осознанно реагируете выполняете свои задачи функции но вы больше не сливаете энергию на беспокойство это очень важно потому что именно это беспокойство она раздергивает внимание как говорят даос у нас есть пять воров это наши глаза уши ноздри язык и кожа вот и ну еще ум есть да вот и с помощью вот практики медитации дыхание белым светом вот которая записана под хорошую качественную музыку которую мы создавали с моим другом анатолием вот мы создали специально музыку я записал туда некоторые песни как настройку подготовку медитации ну такие шаманского характер такие трансовые кита вещи вот и вот эта медитация получилось очень классно вот рекомендую вам позаниматься по этой медитации там их сейчас три вышло дыхание белым светом 1 до с осознанием что такое божественное присутствие я есть и следствием того что у вас эта медитация получается это что можно двигаться дальше это когда возникает ощущение полного растворения то есть вот вы сидите дышите дышите вы в теле а потом бах и и вас нет у вас не стало и стал очень хорошо стало много света чистоты ясности потом вы возвращаетесь в тело и вы чувствуете вот это послевкусие сначала это послевкусие длится там 15 минут 5 минут 40 минут час потом вы это послевкусие чувствуете все дольше и дольше и дольше и дольше и потом в идеале прийти к тому, чтобы это состояние было с нами всегда и мы еще дальше двигались. То есть для меня медитация это не отсутствие там чего-то, полное погружение в ничто, в пустоту, а это постоянное движение к свету, по спирали, это эволюция, это эволюция сознания, осознанное развитие осознания, понимание кто я, какие у меня есть возможности, способности, что я могу делать, познание своей собственной смерти, осознание иллюзорности собственной смерти и также смерти остальных для того, чтобы не беспокоиться больше. И это небеспокойство может прийти только в некотором состоянии, когда вы соединяетесь со своей душой, со своим духом. Если вы не соединены, то бесполезно себя убеждать, что там все хорошо, там все наладится или что-то, это вам уже плохо. Если вы чувствуете, что вам уже плохо, вы переживаете, вы нервничаете, значит вы сейчас находитесь в иллюзии разделенности. И вот медитация дыхания белым светом очень компактная, емкая, понятная, доступная медитация, которая помогает нам соединиться со своей сущностью. Хотя бы почувствовать, что это такое и как это работает. Хотя бы как-то прикоснуться к тому, что есть нечто большее, чем просто мое физическое тело, мой ум и мое постоянное движение куда-то непонятно зачем. Вот. Но это только начало, это как такая пилюля, которая дает некую возможность хорошо спать, хорошо себя чувствовать и не прикладывать практически никаких усилий для того, чтобы почувствовать себя хорошо. Потому что мы привыкли, что нам нужно что-то для того, чтобы почувствовать себя хорошо. Нам нужно секс, нам нужны наркотики, нам нужно еще что-то. Вот. И это работает, это действительно меняет состояние, мы получаем измененку и нам классно, и мы переключаемся, и это помогает нам выжить, это помогает нам, допустим, не смотреть в травмы, это помогает нам обойти неприятное состояние, острые углы. Иногда это прям классно. Вот. Но когда мы начинаем работать именно с жизненностью, будить ее и поднимать, то приходят совершенно другие состояния, другая вообще движуха начинается. То есть мы понимаем, что у нас появляется нечто ценное, нечто драгоценное. То, что было вот под носом, оно валялось в носу, в животе и до сих пор вот в каждого из вас валяется. И неважно, в каком возрасте, вот, вы можете начать этим пользоваться. Вот. Вторая медитация – это послойное осознавание тонких тел. Это, так скажем, прямой путь. Есть такое понятие раджа-йога, королевская йога, царская йога, йога-сознание. Да, йога, которая работает напрямую с осознанием и проявлением своей божественной сути. Но суть этой йоги не в том, что, типа, я бог и все, я концентрируюсь на боге, хотя это вообще самый прямой путь. А раджа-йога идет через инструментарий – послойное осознавание тонких тел. Вот. Об этом же и говорит нейгун – внутренняя работа, алхимическая работа, да. Вот. Но в раджа-йоге я получил определенные ключи, которые, так скажем, дали осознать, прям на собственном опыте, на уровне осознания, ощущений, знания внутреннего, что такое эфирное тело, что такое астральное тело, что такое ментальное тело, да. Вот. То есть до этого я об этом читал, знал, но когда в моей жизни появилась эта медитация, я начал это чувствовать, понимать, углублять, проявлять. И стало, опять-таки, гораздо интереснее, потому что чем больше ты открываешь, тем больше тебе не видно. То есть растет твой горизонт осознавания, ты такой, ого, там еще столько всего. Вот. А еще это все и ты, и кто-то из вас подсознательно это понимает, что я есть все. Кто-то не понимает, кто-то просто читал. Но когда мы начинаем проявлять свое эфирное тело, да, которое находится на расстоянии примерно 5 сантиметров от физического, и здесь очень важна как раз первая медитация, ее в совершенстве освоить, попрактиковать ее хотя бы 7 дней, утром и вечером. То есть я, кстати, сразу рекомендации по медитациям. Лучше всего практиковать, когда вы проснулись и немножко размяли тело, то есть вы проснулись там, сделали свои утренние дела, почистили зубы, сходили в туалет, выпили водички там или сока, или там что-то в смузи. Вот. Немножко размяли тело и сели в медитацию. Кстати, первая медитация, она может делаться в таком положении полусидя, полулежа, можно даже лежа. Вот. Потому что по следующей медитации они такого уже отношения не предполагают. То есть в следующих медитациях по слоям осознавания тонких тел уже необходимо сидячее положение. Вот. И простройка центрального энергетического канала, простройка в контексте осознавания. Вот. И когда мы начинаем глубоко дышать белым светом, все правильно делая, осознавая, мы начинаем простраивать тонкие тела. То есть мы начинаем дышать уже не только кожей, а осознать пространство вокруг кожи, и начинаем дышать этим пространством. И полностью заполняем его вниманием. Напитываем, напитываем, напитываем. Это такой процесс накопления энергии. То есть вы прям дышите эфирным телом. Вы осознаете вокруг себя серебристо-голубой скафандр на расстоянии 5 см. Примерно. Это может быть и ближе, и дальше. У каждого человека размер эфирного тела варьируется от степени его наполненности энергии. И вот дышим через это тело, проявляем его. И здесь мы сразу выполняем две функции. Во-первых, мы учимся однонаправленной концентрации, что очень ценно и важно в современном мире. Потому что когда внимание постоянно скачет на звуки, на то, на это, на эмоции, на чувства, то есть у нас, если не успокоено бушующее сердце, если мы на каждую виск собачки или там какое-то проявление энергии шахте танцуют, и мы на все реагируем, за все переживаем, то, соответственно, у нас, как правило, не остается времени на внутреннюю алхимию. И мы вообще забываем, что такое может быть. И вот раджа-йога дисциплинирует однонаправленной концентрации, потому что внимание имеет свойство накапливаться, и внимание имеет, например, качество. То есть мы можем с разным качеством посмотреть на один и тот же объект. Допустим, кто-то посмотрел на цветок, и он стал цвести еще быстрее, а кто-то посмотрел на цветок, он завел и умер. Поэтому внимание – это однонаправленное движение энергии от вас к чему-то или к кому-то, или куда-то. И у этого направленного движения энергии от вас, от вашего психического существа, есть определенное качество. То есть вы можете с очень разным качеством думать о человеке. Допустим, у вашего близкого человека проблема. Вы за него беспокоитесь. То есть вы переживаете, нервничаете. У вас есть энергетическая связь с этим человеком. Когда вы за него переживаете, нервничаете, вы посылаете ему энергию беспокойства. Вы как бы его любите, вы такие, ой, я же его так люблю, ой, 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 а если вдруг он там умер, а вдруг он погиб, а вдруг там что-то случилось, а почему уже 15 минут его нет, он пошел в магазин и уже задержался на 30 секунд. И когда вот это вот все начинается, во-первых, по себя истощаете, во-вторых, этому человеку или существу в прошлом, в будущем, неважно, вы начинаете посылать определенное качество энергии, сами того не осознавая. То есть вы делаете медвежью услугу, вы наполняете человека ядом. Если так вот грубо сказать, так вот без соплей и слюней, то вы просто его отравляете своим беспокойством, своим волнением. Вот. Поэтому очень важно осознавать, в каком состоянии наше энергетическое эфирное тело и, соответственно, следующее за ним астральное тело. Это все названия условные. Это матрешка, это луковица. Можно назвать эфирное тело еще каким-нибудь телом, астральное тело как-то по-другому. Есть там теософия, буддизм, там йога. И у них могут быть немножко по-разному. У кого-то 7 тонких тел, у кого-то 4, у кого-то 12, у кого-то еще сколько-то. Не суть. Наша суть — осознавать и заполнять некие емкости, объемы и осознавать качество энергии, наполняющие их, и видоизменять это качество. Это вот начало как раз алхимии, потому что алхимия — это преобразование, это переплавка. То есть для того, чтобы совершить переплавку, нам нужна печь, нам нужна вода, огонь, печь, котел. И вот наш нижний котел — это вот так и называется, нижний котел, нижний дантянь. То есть это то место, в котором переплавляется воспроизводящая сила, дзин, сексуальная энергия, и энергия жизненности, которая в животе, сущность наша. Осознание в голове, дух, шень. И когда мы соединяем воспроизводящую силу и жизненность, то тогда начинается обновление, омоложение, регенерация. И дауские тексты пишут о том, что если такая практика выполняется непрерывно 100 дней, у вас начинают проходить все болезни. Если еще 100 дней, у вас начинает омолаживаться кожа и так далее, и так далее. И если вы даже не достигнете бессмертия и сверхспособности, которыми обладают бессмертные, то хотя бы вы проживете в более здоровом теле и в более уравновешенном психическом и ментальном состоянии. И вот в послойном осознавании тонких тел, после того, как мы эфирку напитали, проявили, осознали, починили ее, золотали, мы переходим к осознанию астрального, психоэмоционального тела, тела, которое испытывает эмоции, чувства, и вот мы его прям проявляем, осознаем как тело, тоже его пропитываем, напитываем, исцеляем, хилим, да, то есть как бы создаем некую целостность, осознание, и также наполняем его вот этими энергиями воспроизводящей силы, энергией жизненности, энергией сознания, духа. Да, и есть определенный четкий алгоритм. Вот. Потом мы дальше добираемся до ментального тела, тела, ума, мысли. Это большое, огромное пространство. Это вот все, что мы можем осмыслить, куда мы можем посмотреть, увидеть, и как-то осмыслить, это все наше ментальное тело. Такое квантовое тело, которое может жить и в прошлом, и в будущем проектировать. То есть оно уже не привязано к материальной реальности, так как и остальные тела. Вот. Астральное тело тоже не так жестко привязано, оно может путешествовать. Ментальное тело способно осознавать, видеть, знать о событиях, местах и ситуациях, которые происходят где-то в другом месте. Отсюда ясновидение, предвидение, яснознание и все вот феномены, так скажем, накопленные в большом количестве различными парапсихологическими организациями по всему миру. То есть парапсихология вроде как лженаука, однако она существует в каждой стране, в каждом государстве. Ей очень активно занимаются военные, спецслужбы и люди, которым интересно, не безразлично, у которых есть какое-то желание что-то менять, куда-то двигаться, так вот по-настоящему. Вот. Те, кто чувствуют вот этот самый зов вечности, они начинают этим заниматься. Вот. И, к сожалению, очень много профанаций, очень много абстрактных каких-то медитаций. Я очень много посмотрел в последнее время медитации на ютубе и понял, что это просто какой-то просто релакс, и это ничего общего не имеет с корнем и сутью практик цигун и йоги. Поэтому сегодня вот хочется поделиться и рассказать, какие вот, так скажем, откровения вас ждут на этом пути, если вы будете регулярно практиковать. Вот. По поводу регулярной практики я уже говорил, что лучше всего практиковать, после того, как вы проснулись, почистили зубы и сделали небольшую разминку, хотя бы на 15 минут, а лучше на 40. Вот. Практику цигун. И также практиковать вечерком перед сном. Можно на закатике очень хорошо или совсем перед сном. Вот. Если вот так вот два раза в день делать медитацию дыхания белым светом, хотя бы неделю, то потом можно переходить к медитации о послойном осознавании тонких тел. Еще лучше, если вы сделаете сначала одну медитацию, а потом за ней вторую. То есть там медитации по 30-40 минут. Если у вас есть время полтора часа, вы сделаете обе медитации, так как они перетекают, по сути, дело, одна в другую, и первая является базой основы для второй, то это существенно продвинет, так скажем, ваше развитие в движении к познанию своего собственного подсознания. Вот. И третья медитация из этого цикла, там первый цикл, это три медитации, это вознесение сущностей. Почему эта медитация попала в этот арсенал первой тройки? Потому что очень часто, как показывает моя статистика и мое понимание реальности, что 95% людей инфицированы чужеродными вредоносными программами, вирусами энергетическими, энергоинформационными сущностями, бесами, ляровыми, у кого-то порча, у кого-то проклятие, у кого-то еще какая-то херня. В общем, очень-очень много всего деструктивного, прошито, вшито в тонкие тела. И когда мы начинаем дышать белым светом, мы сразу растворяем кучу противоречий, неразрешенок, даже не подозревая о них. То есть мы как бы берем и просто стираем пыль. Нам же не обязательно каждую пылинку убрать и смотреть, из чего она состоит, какая она. Мы просто на задачу убрать пыль. Берем, убираем пыль. И когда мы это делаем регулярно, практика, то есть потом мы как бы привыкаем, и как только чуть-чуть пыли появляется, мы так раз сразу в практику. И пыль уже растворяется и уже не налипает. Вот такая метафора. И когда мы начинаем накапливать энергию, проявлять свои тонкие тела, мы начинаем их чувствовать, понимать, осознавать. Лучше ознакомимся с своим физическим телом, где у нас блоки, где напряжение, какого характера. Начинаем дышать через эти напряжения в определенном тоже алгоритме. И делаем это регулярно. Проявляем свои тонкие тела, осознаем физику, эфирное, астральное, ментальное тело. Дальше нам становится понятно и видно, часто прям очень ярко, красочно и очень неприятно, в каком состоянии наш внутренний мир. И вот здесь как раз третья практика – вознесение сущностей, осознание божественного присутствия Я-Есмь, потому что вознесение сущностей – это исцеление себя у изъятия из своей ауры, из своей биоэнергетической оболочки, из физического, эфирного, астрального и ментального тела деструктивных программ и сущностей. Хотите верить, хотите нет, но они есть. И когда иногда сталкиваешься с тем, что человек при тебе начинает на незнакомых каких-то языках непонятными голосами рычать, стонать, кричать, материться, то есть и это происходит вот просто за счет пятиминутной работы, вообще без каких-то веществ. То есть просто напротив меня садится человек, мы с ним закрываем глазки, настраиваемся, начинаем проговаривать формы имени божественного присутствия, Света, Я-Есмь, входим в это состояние, я приказываю всем сущностям во мне проявиться, представить передо мной и ответить на мои вопросы. Мы начинаем очень глубоко, уже из определенного состояния, уже с определенным наработанным потенциалом, опять-таки, как бы пройдя путь, скажем, дыхания белого света и послойное осознавание тонких тел, мы уже как-то более-менее какую-то карту своего внутреннего мира составляем, начинаем уже с ним так общаться и взаимодействовать, как вот мы общаемся с простыми людьми, да? То есть у кого-то богатый внутренний мир, как говорится, тот, у кого богатый внутренний мир, ему никогда не бывает скучно, вот. И тогда мы можем очень внимательно рассмотреть, увидеть, понять, что вообще в нас происходит, кто в нас живет или не живет, какие ниточки, подключки идут туда или сюда, в нижние или верхние миры, кто нам покровительствует и вообще, что происходит. И с кем мы вообще общаемся взаимодействием, какого качества моя энергия, потому что, когда мы начинаем понимать, какого качества моей энергии, именно в тонких ощущениях, именно в яснознании, в ясночувствовании, мы начинаем чувствовать, что с остальными людьми происходит и подбирать себе так уже более избирательно круг нашего общения и взаимодействия. Вот. И когда мы себя похилили, наполнили дыханием, проявили тонкие тела, их наполнили, остановили внутренний диалог, потому что вторая практика послойно-остановление тонких тел, ее кульминация – это остановка внутреннего диалога. И это получается достаточно хорошо, легко только тогда, когда вы прям очень хорошо наполнились энергией. Потому что если энергии маловато, и если есть беспокойство эмоциональное, если эфирное тело там хочет двигаться, бегать, прыгать, там нереализованный потенциал, нерастворенный, не усвоенный, не сублимированный, если эмоциональное тело там переживает о том, об этом, об этом, о сем, о сем, там еще думает, ментальное тело там прогнозирует, проектирует, боится о том, что вот там-то это, это, это произошло, оно связано с эмоциональным телом, и это появляется такая растяжка, да, туда, ум туда тянет, яйца туда тянут, там, сердце туда тянет, вот, и так далее. И мы вообще не то, чтобы здесь, сейчас, а мы просто размазаны в пространстве и времени, и в таком состоянии эффективность, конечно, наша оставляет желать лучшего. Вот. Ну и самое главное, что в таком состоянии вообще не можем понять, кто мы, зачем мы, и как, куда нам вообще двигаться, и чем нам заниматься. Очень часто, потому что ко мне, к сожалению, очень много людей обращаются, говорят, мы не понимаем, что делать, как жить, как работать, и так далее, и так далее. Вот, я говорю, занимайтесь, потому что, по сути дела, любая деятельность прекрасна, любая работа прекрасна. Если ты в хорошем состоянии, если ты себя правильно выстраиваешь, твой мир начинает соответствовать твоему внутреннему миру. То есть, чем больше гармонии ты сам в себе настраиваешь, тем быстрее отражение твоего внутреннего мира происходит вовне. Вы хотите верьте, а хотите нет, но это так. Но второй фактор, что еще должно быть много энергии. Потому что, если энергии нету, то, как бы, ничего не будет происходить. То есть, вы будете визуализировать, придумывать, проектировать. А если энергии нету, оно не дойдет до реализации. Поэтому обязательно нужно энергонаполняющей практики делать. И обязательно зачищать хвосты. То есть, как раз практика вознесения существа, это о том, чтобы зачистить хвосты, закрыть незавершенки, распутать те подключки, которые ведут нас к людям, с которыми мы не как-то некорректно завершили отношения. и нам кажется, что мы завершили, а отношения до сих пор продолжаются. Иногда бывает так по 10-15 лет. Ты думаешь, что ты уже завершил отношения, а оказывается, что нет. И вот когда мы прямо глубоко в это идем, исследуем по-настоящему, уделяем это время, уделяем это свой ресурс, вот мы созрели к этому. Мы говорим, да, я понял, хотя бы давай я попробую, хотя бы давай я поделаю это. И честно, хотя бы недели, две, три, вот. И я могу сказать, что примите такой челлендж, такой вызов, позанимайтесь, поработайте, вот. И уже очень-очень много людей, сейчас у меня около тысячи, ну, больше тысячи учеников уже, вот. И каждый день я получаю такие вот письма, часто большие, с благодарностью, с отзывами, именно по тому, что люди стали чувствовать новое. Потому что все говорят про переход в новую эру, про эпоху, вот. Ну, непонятно многим, про что это. Вот. И когда заниматься, начинаете практиковать, начинаете понимать то, что у вас появляется в доступе состояние, набор состояний, которых вы ранее не испытывали вообще. ни под какими наркотиками, ни под чем. То есть, возможно, это где-то под каким-то наркотиками, может быть, близко, но после наркотиков часто следует какой-то отходоз, вот. Разрушение структуры и большое желание опять влезть в какую-то историю. Вот. Поэтому есть очень хорошие техники, которые за 15 лет своего творческого подхода я как-то понял, освоил, совершенствовал, соединив восточное и западное, рациональное и такое тонкое, да, утонченное, восточное, потому что туда тоже сразу так не ворвешься. Вот. И вроде что-то получилось действительно очень интересно, то, что мне когда-то очень сильно помогло. Допустим, я практикую часто перед сном дыхание белым светом. Я ложусь, начинаю дышать белым светом, делать практики, аффирмации произношу, которые в медитации записаны. И я полностью растворяюсь, то есть я как бы исчезаюсь как существо, как личность, как тело и становлюсь бесконечным сияющим пространством света, блаженства. И хотя бы ну просто побыть этим, это уже очень многого стоит, это такой большой очень подарок, напоминающий нам о нашей природе, о нашем таком сакральном. Вот. И это помогает все остальные тела пропитать, наполнить, и вы после этого просыпаетесь, и вас ничего не тревожит, вам не надо никуда бежать, вы как-то так осознанно, четко планируете свою реальность, свой день, выделяете ресурс для того, для того, для того. и если вы еще умеете это поддерживать состояние, продолжая практику, ее можно в пассивном режиме делать, а в какой-то момент, когда вы ее долго практикуете, регулярно, то она как становится вашей подсознательной программой, она усваивается, и как ездить на велосипеде или на автомобиле, то есть вы просто начинаете постоянно дышать белым светом. и это прям решает очень много болезней, проблем со здоровьем, с психикой, с паническими атаками, еще со всякой, со всякой, со всякими темами. Я не говорю, что это панацея, я не говорю, что это лекарство всех болезней, но для меня это так. На кого-то это очень хорошо работает, на кого-то не очень хорошо. То есть у меня проводил живые ретриты до коронавируса всей вот этой пип-пип-пип-пип, да, столько можно так, с такими звуками это выразить. Вот. Я проводил много семинаров, где мы практиковали цигун, молчание, экстрасенсорику. То есть был такой цикл семинаров випасная экстрасенсорика, который меня очень порадовал. И вот когда вот это мы хотя бы 7 дней делаем, это, конечно, до и после это очень большая разница в самоощущении, самоидентификации и под это подстраивается наша жизненная цель, наша устойчивость движения к цели, к этой самой и вообще ощущение понимания, что делать, как жить, из какого состояния жить, к чему стремиться. Вот. Поэтому вот эти три медитации обязательно приобретайте. Сегодня действует скидка 10% в течение суток на этот продукт. Вот. Там хорошая музыка, которую мы с моим другом писали, там голоса, вокал, какие-то инструменты мы туда прописали, где-то гитара, где-то ханк. Вот. Поэтому такая достаточно хорошая, погружающая музыка, атмосфера создана. И в этих медитациях я вас веду голосом и помогаю двигаться к тем состояниям, которые для меня очень ресурсны, очень существенны, ценные. Поэтому буду рад, если у вас проснется эта искорка, искорка желания пойти глубоко. Вот. Рекомендую каждую медитацию практиковать минимум семь дней. Вот. И также утром и вечером по 30-40 минут. То есть утром практиковали, вечером попрактиковали. Можно одно утром, вторую вечером, третью завтра. То есть опять-таки по потребности, потому что сейчас очень много людей ко мне правда обращаются почти каждый день. Станислав у меня сущность, Станислав у меня подселенец. Помогите, помогите. Я уже просто не отвечаю, потому что у меня очень тоже много всего, много различных вопросов. Вот. Я сразу говорю, вот есть практика вознесения сущностей. Вот. Вам очень хороший, качественно записанный инструмент. Берите, пользуйтесь. Я не могу вас накормить рыбой, я могу научить вас делать удочку. Поэтому делайте свои удочки, работайте с подсознанием и рекомендуйте именно прямым путем, потому что можно бесконечно ковыряться в болячках своих, травмах. Вот. И ворошить, бередить, распаковывать это. Что-то вышло, а что-то еще куда-то надо глубже идти. И вот часто вот эта психология, психоанализ приводит к тому, что тело дохлое, слабое, как бы энергии особо нету и человек помогает людям на истощении. То есть помогать хорошо, когда вы сами в ресурсе. То есть поэтому занимайтесь, практикуйте. И также рекомендую освоить цигунчик базового уровня. Это комплекс цигун быстрые руки и даосские восьмерки. Комплекс быстрые руки помогает хорошо проявить, осознать эфирное тело. Что это такое? Там есть такие упражнения специально, чтобы его прям прочувствовать. Потому что если вы его не чувствуете, вам будет наверное сложноватенько. Поэтому сначала разминочка 15-20 минут с утра. и вечерком можно сделать мягкий цигун такой дыхательный. Перемешать небо и землю. Можно так. Также доводские восьмерки можно поделать. Можно столбовое стояние. То есть включить именно больше психическое существо. потому что с утра больше лучше настраиваться на такое присутствие силу и концентрировать много энергии в животе. То есть настраиваться на рабочий такой на солнечный ритм движения, поделать дела, выполнить свои так скажем социальные обязанности, функции, миссию, позаботиться о своих ближних. А вечером уже более тонкие вещи как правило хорошо практиковать, наполняться психической силой и вот двигаться в сторону расширения. Потому что с утра лучше собираться, концентрироваться, а вечером расширяться, познавать, учиться. Ну это такой у меня опять-таки алгоритм. Можно по-своему как-то это делать, миксовать. Главное чувствовать, главное ставить эксперименты желательно в одно и то же время, в одном и том же месте в течение допустим недели, чтобы видеть динамику. Поэтому если с первого раза там сразу медитация не принесла вам таких каких-то сильных плодов, каких-то суперкрутых состояний, не расстраивайтесь, просто продолжайте, делайте. И самое главное, пытайтесь эти медитации ввести в свой обиход. То есть я вот сейчас сижу с вами рассказываю, проявляю сознанием эфирное тело. Еще что-то делаю постоянно. То есть у меня практика уже я еду на байке в магазин, я делаю задержки дыхания с концентрацией на энергоцентрах или качаю энергию по центральному энергетическому каналу. Я иду, я выполняю определенные практики связи с землей. Вот, работаю с каналами ног. То есть постоянно практика и это не напряжно. То есть со временем это не требует, не жрет внимания на то, чтобы сделать как бы все правильно, все понять, все проконтролировать. То есть со временем вы попускаетесь и начинаете так вот естественно вплетать эту практику. Чуть-чуть почувствовали, что какое-то начинается там жужжание, какой-то комар там начал беспокоить. Раз, чик-чик, подышали, залатали, успокоились, дальше двигаемся. Это позволяет просто быть более эффективным и целостным. А именно состояние целостности оно помогает нашу реальность проявить в том качестве, в котором мы хотим ее проявить. Потому что как только мы расстроены, расстроились, разочаровались, потеряли энергию, мы не можем дальше двигаться, нам нужно восстановиться. У нас очень много времени часто идет на то, чтобы восстановиться, на то, чтобы наполниться энергией, на то, чтобы выспаться. Поэтому можно вот такой вот ресурс приобрести, получить и очень-очень порадоваться, когда придутся результаты плоды. Плоды приходят через неделю регулярной практики утром и вечером. иногда быстрее, иногда сразу. Но если сразу получилось, и типа все круто, это еще вообще ничего не значит. И не надо считать себя мастером, учителем, надо дальше практиковать. Потому что кое-какие вещи, которые я практиковал, допустим, я когда-то познакомился, комплекс 8 отрезков парчи. Позанимался, на 3 года забросил, там, другими занимался практиками. Потом вспомнил, классный был комплекс, дай-ка попробую. И два месяца его каждый день практиковал. В конце второго месяца я понял, что ощущения, когда я вот начал, и через два месяца совершенно разные, совершенно вообще другое состояние, совершенно более широкие потоки движения энергии, да, и концентрация вырастает. В общем, нужно время, нужно обязательно труд ваш вклад в то, чтобы это в вас прописалось, наполнилось и расцвело. Иначе никак не получится. Поэтому занимайтесь, практикуйте. Вот. Давайте вам еще одну практику дам, вот, и потом в конце я поотвечаю на вопросы. Садитесь опять-таки поудобнее, как вам нравится, как хотите. Желательно, чтобы была прямая спина и ваша диафрагма не была сжата, чтобы не было сутуливания, скрючивания. Просто удобно ровненько сели, закрыли глазки. Внимание. Переносим в сердечный центр, в область груди, в центр, вовнутрь. Расширяем там внимание. Внимание примерно размером с футбольный мяч. И мы принимаем нашим сознанием форму футбольного мяча примерно и концентрируем осознание в этой форме и сканируем что внутри, что в пространстве этого шарика. пусть это будет просто шар сознания. Посмотрите, что в сердце, какие идут ощущения, тонкие, грубые, то есть какие-то могут быть грубые ощущения, явные, проявленные, а могут быть тонкие. Прижмите кончик языка к верхнему небу и спокойно, медленно дышите через нос. и внимание никуда не скачет тока в сердечном центре. Посторонние звуки помогают нам сконцентрироваться еще более качественно. в этом центре, как правило, живет очень много эмоций, чувств, желаний. Этот центр откликается всегда чувствами на страдания. Вот представьте, что перед вами сейчас убили маленького кролика, просто отрезали ему голову. Прям ярко представьте, ощутите и посмотрите, что с вашим сердечным центром происходит. Многие йогины, аскеты медитируют на кладбище, медитируют в таких местах, где очень, как бы, страшно для того, чтобы преодолеть вот это неприятие. Потому что, когда мы представляем перед собой, как убивают кролика, мы либо это не хотим представлять, либо у нас начинается неприятное ощущение. Мы каким-либо образом пытаемся от этого избавиться, вытеснить. Таким образом начинается разделение, непринятие. То есть мы и кролик уже не едины. Мы пытаемся от этого отделиться и создать свою реальность. И вот чем больше мы можем опустошить свое сердце, погасить там все страсти, все желания, все чувства, все эмоции и просто беспристрастно смотреть на танец энергии в этой вселенной. Любые дихотомии, любые движения. И просто смотреть. И вот это просто смотреть, никак не реагируя, не оценивая, это то, что нас интересует. Вот это вот наша сущность, которая просто смотрит. Вот найдите в сердечном центре эту сущность, которая просто смотрит и никак не реагирует ни на что. И теперь начните мысленно, шепотом или вслух, в зависимости от вашего окружения, обстоятельства, в котором вы смотрите это видео, начните произносить Я, Есмь, Божественное присутствие. Можно шепотом, вслух или мысленно. И продолжаем концентрацию внимания в сердце. Не оценочно, просто наблюдаем, что происходит в сердечном центре. Я, Есмь, Божественное присутствие. И вот в медитации, в практике, который я понимаю, просто добрый. вознесения сущности очень важно наработать вот это состояние без пристрастного наблюдения созерцания это созерцание очень спокойно и очень естественная она всегда с нами было это то с чем мы пришли это наше более глубокое существо более тонкое тело и вот когда мы можем обнаружить это я есть и утвердиться в этом то есть мы как бы внимание в сердце перевели из эмоций из движения из каких-то неприятных может быть ощущение или наоборот приятных мы перевели состояние чистого созерцания побудьте в этом немножко я есть божественное присутствие я есть свет я есть и вот ключ к этой медитации это абсолютное успокоение психоэмоционального тела два человека сидят и смотрят фильм один смеется другой плачет почему и даосской медитации начинается тогда когда у нас вот это спокойствие начинает возникать и даже если наш ум что-то придумывает что-то создает мы уже не так остро реагируем и не залипаем в каждой мысли в каждом шорохе шёпоте движение воздуха и так далее то есть мы нарабатываем присутствие я есть божественное присутствие я есть свет я есть и сохраняя вот это присутствие осознание внимание сердечном центре это внимание как бы начинает смотреть расширяться вы начинаете этим состоянием заполнять остальное пространство своего физического тела и пространство вокруг и продолжайте произносить я есть божественное присутствие я есть свет я есть я есть и 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 продолжайте сосерцать сердечный центр в нем могут начать всплывать какие-то истории ситуация тонкие чувства тонкие вещи которые которые осознаются только путем длительной донаправленной концентрации. По-другому вы их просто не увидите никогда. И дышите белым светом через сердечный центр. Продолжение следует... Сделайте глубокий вдох. И полное исцеление, выдох. И еще один глубокий вдох. И с выдохом откройте глаза. И это может стать вашей практикой дня. Очень хорошо выбирать практику дня, когда вы в течение дня напоминаете себе, что вы сегодня делаете практику концентрации на сердечном центре, потом концентрации на нижнем котле, потом на смешивании воспроизводящей силы и жизненной силы и так далее. Благодарю вас за совместную практику. Буду рад вашим комментариям под этим видеоотзывам. Еще раз напоминаю, что сегодня действует скидка на эти три медитации. Вы можете их приобрести, позаниматься. И я очень буду рад вашим отзывам. Пишите на канале Школы Тайны Жизни, в Инстаграме. Мне пишите. Пишите, как вы себя чувствуете. Что меняется. Потому что я просто понимаю, что я первопроходец во многих аспектах, потому что то, что я преподаю, доношу, я вижу, что этого нигде нет. Часто очень такое бывает, что мне приходят практики, я начинаю пробовать и приятно удивляюсь результатам. И таким образом идет постоянно апгрейд практик. Вот это очень хорошо, потому что в дайосизме настоятелем монастыря становился тот, кто выигрывал в боевых искусствах, в каллиграфии и в медицине. То есть знал, как лечить, знал, как драться. И знал священные тексты, умел писать, иероглифы священные и так далее. Потому что каллиграфия достаточно сложная такая доктрина, дисциплина. Вот таким образом знание всегда должно обновляться, обогащаться, соединяться. То есть главное, чтобы вектор оставался правильным. Вот поэтому, если вам интересна вообще эта тема, если вы чувствуете, что вам по пути, со мной, с моими ценностями, которые я транслирую, то буду очень-очень рад вашим отзывам сейчас, потом, как вообще вам это все. И уже очень-очень благодарен вам за то, что вы сейчас позанимались и наверняка получили уже какой-то интересный ощутимый эффект, результат. Ну хорошо, давайте поотвечаем на вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, прошу вопросы задавать по сегодняшней теме. Тема у нас сегодня медитация, исцеление, успокоение и развитие, соединение со своим духом. Есть вопросы? Выдох первой медитации через рот или через нос? В тех всех медитациях, которые я сегодня давал, мы кончики языка прижимаем к верхнему нёпу, за зубами есть маленькая точка, бугорок такой. Мы туда кончики языка ставим и все время дышим через нос. То есть мы замыкаем управляющий меридиан и меридиан зачатия. То есть мы как бы соединяем микрокосмическую орбиту. Поэтому дыхание всегда через нос, за исключением определенных практик, которые сегодня мы не касались. При каком дыхании могут начать гореть стопы? Что это значит? Включились ноги и произошло более глубокое заземление. Вы сами ответили на свой вопрос. Произошло соединение с Землей. То есть когда мы систему начинаем наполнять, а мы-то система не просто физическое тело. То есть даосы рассматривают человека как систему. Земля, небо, человек. То есть три единства. Это то, что в нас всё есть. В нас есть возможность этот потенциал брать, осознавать им, пользоваться. Пользоваться энергией Земли и создавать из этой энергии огромное количество всего интересного. Пользоваться энергией неба, как отцовской энергией, которая передает нам мудрость, которая соединяет нас с жителями неба. С ангелами, с наставниками, с хранителями, с разными существами высших иерархий, светлых иерархий. Когда у нас сердце спокойно, когда мы в спокойной правильной вибрации, мы можем правильно настраиваться. Мы можем правильно выплавлять эликсир. Потому что если есть тревожность, если ум беспокоится, бесится и так далее, или если нет заземлённости, как то, что вы говорите, то медитация не получается. Поэтому то, что у вас начала простраиваться связь с Землей, это очень хорошо. А то, что загорелись ноги, это говорит о том, что каналы ног начали чиститься, начали активироваться. То есть пошёл огонь, который очищает. Но специально для этого есть в даосском цигун практики работы с ногами. В цигун онлайн-записях очень много практики работы с ногами. Поза черепашка, поза медитирующего даоса. Это всё, что помогает наработать связь с Землей. А связь с Землей очень-очень-очень нам пригодится. Чтобы наше древо жизни росло и процветало, нам нужны крепкие корни. Поэтому это очень хорошо. И эти медитации укореняют. Плюс укоренение происходит, когда мы начинаем толкать дыхание вниз. Когда мы диафрагмой начинаем толкать ци туда вниз, сдавливать. Там начинает жизненность пробуждаться. И сама автоматически по позвоночнику двигаться вверх. Если вы этот момент просто отследите, осознаете и так подышите, то у вас заработает микрокосмическая орбита. И если 8 остальных, всего их 8 чудесных меридианных заработает, то вы почувствуете как раз движение энергии в ногах, в руках, в голове, в опоясывающем меридиане, в пронизывающем меридиане. То есть дальше наша задача сначала успокоиться, синхронизироваться с самим собой, насколько это возможно. И дальше развиваться, создавать алхимический элемент и развивать энергоцентры, психическую силу. Накапливать для того, чтобы двигаться дальше, познавать тонкие тела, познавать, кто мы есть, кто мы такие вообще, и что мы можем вообще тут создать и сделать. То есть у нас, грубо говоря, стояла летающая тарелка в гараже, а мы думали, что это большая цистерна, в которую надо наливать воду. А тут мы поняли, что у нас есть тарелка, на которой можно летать. И мы начинаем читать инструкцию по применению, и вот оказывается, что инструкция по применению связана с медитацией. То есть этой тарелкой невозможно управлять руками и ногами. Ей можно управлять только психически, телепатически, сонастраиваясь. Вот наши тонкие тела – это и есть летающая тарелка. Это и есть то, что дает нам быть птицами, орлами, кондорами, парящими, летающими. Во всех сказках очень много тем, это полеты, желание летать, астральное путешествие, сновидение. То есть люди стремятся к этому. Это классно, это наше стремление к дому, к целостности, где мы, так скажем, в парящем состоянии находимся. Поэтому выстроите сначала свою энергию правильно, успокойтесь, и потом приступайте к созданию эликсира. Но это тема, которая требует длительной практики. То есть тот цикл медитации, который сейчас я записал, три медитации, напоминающие. Дыхание белым светом, осознанное послойное осознавание тонких тел и практика вознесения сущности – это база, фундамент, который нужно практиковать хотя бы 21 день, то есть 3 по 7. Вот, утром и вечером. Сделайте хотя бы вот этот минимум, будет просто прекрасно. Сделайте еще больше, будет суперкруто. Начнете это вписывать, встраивать в свой рабочий день, в ходьбу, в осознанное поглощение пищи с практикой дыхания, допустим, правильно. То есть это нужно вплетать. Вот, когда вплетаете, то тогда вообще все козырно и шикарно начинает получаться. Хорошо, благодарю вас. Давайте еще вопросик. Что такое дышать белым светом? Когда мы концентрируемся на поверхности нашего тела, на коже, да, это самый большой орган нашей кожи, вот, мы начинаем через кожу вдыхать. То есть сконцентрироваться на любом участке кожи в теле и медленно, глубоко, плавно вдохнули. Через это место, через кожу. Почувствовали, как на вдохе в тело начинает нечто входить, выходить. Это и есть энергия, да. Вот, она может быть разная. То есть вы можете находиться в офисе, и там будет разноцветная энергия и, скорее всего, еще такого не очень крутого качества. Но у вас есть сила, ваша божественная, ваша сущность. Я есмь, божественное присутствие, свет, я есмь. Когда вы на него настраиваетесь, вот, и когда вы визуализируете, представляете, ощущаете белый свет, и все больше и больше начинаете дышать не просто энергией, не просто кожей, а именно белым светом. Просто знайте, что вы сейчас дышите белым светом, вспоминайте, что такое белый свет, какого, что такое вообще белый, да. Как, что у меня есть белое дома, там и так далее. То есть мы настраиваем вот это вот тонкое тело, ментальное, синхронизируем его с эмоциональным телом. Потому что для эмоционального тела белый свет – это растворение, это движение домой, это приятно, это классно. То есть у нас ментальное тело синхронизируется с астральным телом. Вот. Эфирное тело тоже чувствует вокруг кожи и физическое тело чувствует. Вот. И мы это все собираем и создаем приятные ощущения. То есть белый свет вызывает у нас классные приятные ощущения. Мы прополняем, пропитываем, наполняем каждую клеточку, каждую косточку внутри, но сразу одновременно целостно, осознавая все тело целиком, проявляя, заполняя его своим вниманием, мы его сразу исцеляем, да, хилим. То есть мы помогаем восстановиться всем зажатостям, блокам, раствориться. Вот дыхание белым светом – это конкретная вещь. То есть визуализация, ощущение и синхронизация различных аспектов эмоционального, то есть ощущения приятные, эмоции приятные и образ. Вот. Когда у нас, чем больше и качественнее получается эти синхронизировать тонкие тела в едином намерении движения нашего внимания, и однонаправленно получается концентрироваться, не отвлекаясь ни на что, это и есть медитация «Дыхание белым светом». У меня курс «Железная рубашка» плюс «Вознесение сущности». Цикл медитации дополняет или дублирует этот курс? Или дополнить свой курс медитации по «Пословное осознание тонких тел»? Ну, в практике «Железная рубашка – вознесение сущностей». Там мы касаемся сущностей. Здесь немножко другой контекст. То есть это уже дальнейшее движение, дальнейшая работа. То есть «Железная рубашка» – это достаточно сложная такая штука. Вот. Я рекомендую ее все-таки делать после того, как вы уже какое-то время позанимались регулярно и очень так вот плавно осваивать «Железную рубашку». Вот. А практики «Белый свет» и «Раджа-йога», «Пословное осознание тонких тел», они просто помогают вот этому подсознанию, внутреннему миру проявиться. Потому что у меня так вот некоторые люди говорят, вот мы никаких сущностей не видим, ничего не чувствуем. Ну, вот что-то как будто вроде происходит, движение, все туда, но мы ничего не понимаем. Потому что не наработаны вот эти прямые обратные связи в подсознании. То есть некоторые пешком туда ходят, как Кант, да, допустим. Меннел Кант, он просто, у него было такое воображение, что он созерцал эпохи, ситуации, события, города в подробностях, деталях, рассматривая каждое здание и так далее. Такая же была у Юнга и у многих выдающихся талантливых людей, которые с детства развивались и занимались. Вот. У них появлялась возможность свои тонкие тела гораздо объемнее и обширнее проявлять в контексте творчества, в контексте созидания, в контексте служения в целом. Вот. Поэтому занимайтесь, да, всем, чем можно заниматься. То, что создано. Во-первых, тот продукт, который сейчас был создан, он в хорошем качестве. То есть там хороший звук, хорошая музыка, хороший голос, а все обработано правильно. Заложены определенные частоты, басовые там, и колокольчики там, и, в общем, хорошая такая музыка именно для глубокого такого, глубокой работы, погружения. Вот. Поэтому, если есть такая возможность, то приобретайте смело, и это существенно обогатит те курсы, которые у вас уже есть. Неслав, у меня такой вопрос. Если человек делает интуитивно практики цигун, не зная, что это именно он, это о чем говорит? Что у человека есть наработки из прошлых жизней? Наше тело, оно само стремится к саморегуляции, к самоисцелению. Оно само иногда выполняет произвольные движения. Вот. И чем меньше мы убиваем свое тело, тем больше оно способно вот к этой самой регенерации. Когда вы его чувствуете, когда вы с ним сонастраиваетесь, начинаете его исследовать, изучать, говорить, привет, у меня есть тело, у меня оказывается. У меня вот большинство учеников приходят, я говорю там, положите руки на почки, там, они говорят, это где? А положите руки на печень, на селезенку. Они даже не знают, где селезенка, и многие не знают, где печень. Понимаете, когда у нас нету этих прямых и обратных биологических связей, это как, грубо говоря, там, вы пришли в школу, да, в первый класс, вы никого не знаете, вам нужно наладить коммуникацию, вам нужно с ними синхронизироваться. То же самое, ваши органы, это ваша школа. Вы в этой школе директор. Если директору похеру на это тело, и он занимается там всякой движухой мутной, то рано или поздно ему придется отвечать за то, что он не занимался. То есть незнание правил и уход от ответственности не освобождает от ответственности. Вот поэтому... Стас, несколько месяцев смотрел и практиковал ваши практики в бесплатном доступе. Сейчас приобрел медитации. Подскажите, их можно проводить со своими друзьями? Я вам рекомендую самостоятельно освоить эти медитации хотя бы в течение 20 этого дня, как я вот объяснял, утром и вечером позанимались, чуть физухой и сделали медитацию. И когда вы вот наработаете прям результат, когда у вас будет гораздо быстрее получаться входить в состояние, когда у вас появится ощущение внутреннего ресурса прям, то есть вы не обучаете тому, что еще сами не усвоили. Это очень не очень хорошо. Пока вы не знаете, пока вы на себе не исследовали и пока вы не пропитались этой практикой, пока она не стала вашим внутренним знанием, вашей силой, вашим достоянием, то я крайне не рекомендую это дальше нести. Потому что люди очень считывают ваше состояние. Если они будут чувствовать, что вы как бы говорите об одном, а пребываете совершенно в другом, то это разрушит представление людей о пути, о вас и еще их заведет в заблуждение о том, что ну там что-то неправильно, допустим, в самой практике. Поэтому, когда вы почувствуете, что вот прям ресурс, когда, знаете, вот показателем очень хорошим является, когда к вам подходят люди, знакомые или незнакомые, говорят, а что с тобой такое, а почему, я вот вижу, что тебе классно, я вижу, что у тебя какая-то появилась, что-то в тебе такое изменилось. Ты как-то то ли лучше выглядишь, то ли спокойнее, то ли как-то удовлетвореннее. Это вот не иллюзованно наигранно, ага, давайте там все, бегать, прыгать, все классно там. А это вот изнутри, когда идет такое настоящее, да, это чувствуется. Если этого нету, то что бы там кто ни говорил, что бы ни преподавал, просто все будут спать. Вот. Поэтому сначала пропитайтесь сами, проникнитесь, и тогда оно уже дальше найдет пути, как это дальше распространять и служить. Вот. Ну, не торопитесь, в общем. Стас, как правильно дышать через сердце? Есть масса различных практик, способов. Вот один из них только что был в медитации, я все объяснил. Пожалуйста, пересмотрите видео, вот, и еще раз будет, наверное, вам полезно. Так просто в целом вы концентрируетесь на сердечном центре и дышите через него белым светом. Можно вот с этого начать. То есть вдох глубокий, белый свет наполнил сердце, на выдохе очистили, расширили, растворили пространство. На вдохе себя собираем, на выдохе немножко расширяем пространство шарика, света. Вот. И культивируем успокоение, то есть не надо экзальтации, не надо каких-то супер каких-то там создавать потенциалов. То есть наоборот, очищение, снятие масок, снятие всех каких-то лишних движений. Очень много лишних движений сейчас. Я очень мало с людьми общаюсь в последнее время, потому что я вижу очень много лишнего. Очень много суеты, беготни, там, кого-то неудовлетворенки, неразрешенки. И когда такой человек попадает в мое поле, ну, он начинает как-то менять его, да. И по возможности я общаюсь, ну, то есть стараюсь просто сразу проявить. То есть очень хорошо, кстати, тоже не убегать сразу там от людей, которые вас пытаются вывести из какого-то более-менее уже ресурсного состояния потенциала. То есть вы потенциал наработали, пришли на работу, вас сожрали там за 15 минут или где-то еще, или в метро. То есть учиться вот с близкими людьми, с теми, особенно с кем у вас там есть какой-то контакт, с теми, кто вам не безразличен, и особенно те, кому действительно интересно, кто вы внутри, чем вы занимаетесь по-настоящему, вот. Вот тем людям просто стоит с ними поговорить, объяснить, что у меня есть какое-то новое ощущение, фундаментальный запрос на опознание реальности, на успокоение, на изменение какого-то вообще моего потенциала. Ну, как-то донести своими словами по-человечески от души, что вы бы хотели более продуктивного общения от души к души, от сердца к сердцу, от внутреннего сути, от смысла к смыслу, по смыслу, по сути общаться сразу. То есть вот эти вот танцы с бубном у костра, вот, ну, это такое уже, как бы направление отмирающее. Вот. Учитесь сразу видеть суть и мягко, красиво, спокойно. То есть чем у вас более правильное состояние, тем правильной будет реакция на ваши слова окружающих. Но обязательно самому нужно войти в правильное состояние. Вот. Потому что пока нет состояния куда-то дальше двигаться очень сложно. Доброго дня. Какие критерии правильности соединения нижнего и среднего котлов ощущения? В нижнем котле, когда вы все правильно делаете, появляется вибрация, гул и жар. Это значит, что нижний котел начинает работать, пробуждается. Потом в сердце появляется полное успокоение и расширение. Если сердечный центр сжат, ну, когда вы смотрите в сердце, там чувствуется какой-то вот, как будто там тяжесть, какой-то вот что-то, как будто вот нету пространства, чистоты и свет, нет такого расширенного состояния, то надо тоже его активировать, включать, работать, хаупонапону делать, микрокосмическую орбиту делать, практику безусловной любви делать. То есть, ну, много чего можно делать. Вот, ну, можно просто подышать белым светом, да, вот, и именно через сердце подышать, очистить его. И вот потом обратите внимание на разницу качества энергии в сердце, в сердечном центре, во втором джун дантяне, да, и в нижнем дантяне. То есть, какая энергия там, качество энергии, какая энергия в сердце. И когда мы уже вниманием соединяем вот эти два качества, оно уже начинает сливаться. Но потом мы начинаем это еще перемешивать с помощью дыхания и внимания осознанного, вот, придавая определенное качество. Вот, но это уже на курсе в практике. Вот, и вообще, честно говоря, вопросы, почти все исчезают, когда вы добросовестно честно садитесь. И практикуйте. Вот, это самое ценное, самое главное. Если нет никаких ощущений, все очень плохо, надо медитировать чаще или лучше восьмерки делать за рубашкой? Если никаких ощущений совсем нету, я вам рекомендую, у нас есть в школе тайны жизни, курс в даосском Цигун, базовая экстрасенсорика и микрокосмическая орбита. Вот, базовая экстрасенсорика, это о том, чтобы развить чувствительность. Через простые упражнения, когда мы начинаем, да, ладошки растерли, порисовали, на одной ручке, на другой, повытягивали, подставляли, покрутили, там, чакрки пощупали, да, там, поводили это все, пооткрывали, позакрывали. То есть мы как бы с этим все настраиваемся, настраиваемся, тоже регулярно делаем, 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 оп, и вот оно все лучше, 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 тонкое чувствуется, чувствуется, и потом уже тогда дальше двигаться. Это вот в таких крайних случаях, когда очень плохая чувствительность, и это развивается, тренируется 100%. Сам на себе прошел, потому что был когда-то совершенно дубовым, деревянным, и не чувствовал вообще ничего. Почему у вас в практике нет красной линии? Не понял вопрос, давайте следующий. Еще раз повторю, что три медитации, цикл из трех медитаций, он последовательный, сначала лучше белый свет, потом раджа-йога, осознание тонких тел, и потом вознесение сущности. То есть лучше именно в такой последовательности, можно делать все подряд сразу, но лучше делать неделю, утром и вечером одну, неделю, утром и вечером вторую, неделю, утром и вечером третью, и потом дальше просто отслеживать и интегрировать в реальность. Ну вообще по ощущению смотреть, если что-то беспокоит, все время дергается, там руки, ноги, глаза, туда-сюда, там внимание скачет, и вы чувствуете. Ну потому что сущности часто чувствуются, как будто что-то раз поползло, что-то задвигалось, что-то вот дергает, прям какой-то резкий негатив появляется, вы не понимаете, в чем причина, что такое, у меня что-то вот прям бедит. Да, вот если такое вот появляется, то это надо делать в практику послойное осознавание тонких тел и вознесение сущности. Если у вас ресурсов не хватает, дышите белым светом, потому что он дает ресурс очень хорошо. Если у вас не хватает концентрации, и вам интересно, кто вы, и как остановить внутренний диалог, то делайте раджа-йогу первую. Ну лучше поэтапно, последовательно, белый свет, осознание тонких тел, и потом вознесение. И там не только вознесение, там такая более глубокая медитация, там правильные аффирмации, которые тоже нас настраивают. С осью божественного присутствия, есть синхронизация тонких тел, то есть там есть дополнительные всякие бонусы. Еще один вопрос, друзья, давайте, и будем сегодня завершать эфир. Скажите, как сохранить ресурсное состояние? Какое чувство, что я только занимаюсь практиками, а потом меня съедают на работе? Вот как раз вознесение сущности, это работа с защитой, с золотым яйцом, с, так скажем, убиранием под ключик, привязок и так далее, и так далее, сущностей. Вот поделайте эту практику. Но опять-таки лучше всего их поэтапно сделать, как бы нанизать одну на другую. То есть практика кожного дыхания белым светом дает вам навык, то есть у вас развивается навык. Пока навыка нет, бесполезно ее делать один раз в полгода или в три месяца. А когда навык появился, у вас уже автоматически это начнет получаться. Это уже сохранит большой ресурс. Вы уже будете больше тратить, но вам будет больше приходить. Потом дальше вы идете, вам больше становится понятно, кто вы. И больше становится понятно свои истинные стремления, цели, желания. То есть вы начинаете, может быть, как-то пересматривать свою жизнь и как-то во что-то другое инвестировать свое внимание, там, откуда-то его вытаскивать. Вот это часто нужно делать, чтобы не застрять. Вот. Ну и третья практика – это такая настроечка, уже более тонкий тюнинг, уже возможность такую защитку сохранить и как бы выходить уже в люди, в социуме двигаться и не терять вот эту вот какую-то гармонию с самим собой. Поэтому лучше всего вот в правильном алгоритме все это делать. Ну, сам факт – то, что нужно делать. То есть просто практикуйте, потому что ответы из головы в голове, ну, это не решает вопросы. Тут это иллюзия того, что я что-то понял, что-то изменилось от того, что я понял. Ну, это всего лишь иллюзия. То есть путь, он требует того, чтобы по нему идти. Не знать путь, а пройти путь. Вот. Большая разница. Второе – нужно успокоиться очень сильно, попуститься и быть в попущенном состоянии. То есть научиться не напрягаться. Не вытаскивать потом свои напряжения с себя, каждый раз колючки снимать. Вот. Научиться не напрягаться. То есть поэтому нужно фундаментальное исследование самих себя и достаточный ресурс на то, чтобы это осуществить. И я уверен, что у каждого из вас он есть, потому что очень много времени тратится впустую. Очень большого количества людей и всегда есть 15-20-30 минут, чтобы позаниматься утром и вечером. Можно найти всегда. Особенно если нужно, если вы чувствуете, что вы эволюционно для этого созрели, что пора. Ну что ж, дорогие друзья, благодарю вас за эту прекрасную встречу. Вот. За возможность с вами поделиться своим опытом. Надеюсь, что я был вам полезен. Приобретайте курсы, занимайтесь, пишите отзывы. Если вам интересно будет, я тогда еще запишу. У меня всего, хочу записать 12 медитаций. Это первые три. Вот. Освоите, позанимайтесь, посмотрю отзывы. Если будет классно, если понравится, то это меня стимулирует дальше. И тогда Вселенная мне говорит, что вот это круто, да, вот это надо делать дальше. Если Вселенная говорит, что это что-то не особо, то я дальше тренируюсь, практикую. Вот. Благодарю за внимание. До новых встреч. Всем прекрасного настроения, жизни, долголетия, здоровья. И пусть все станут жителями неба уже в этом мире, в этом воплощении. Аху! Субтитры создавал DimaTorzok